29 сентября это Всемирный день сердца, в России его отмечают уже в 20 раз, и это крайне важная дата, которая касается каждого, даже если вы думаете иначе. Вот для примера сухие цифры. Ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний в мире умирает 17,5 миллионов человек. Однако статистику можно улучшить, и это в силах каждого. Как не проглядеть инфаркт, и главное, как его предотвратить? Об этом поговорим с врачом-кардиологом 1-й областной клинической больницы Татьяны Федотовой. Татьяна Георгиевна, здравствуйте. Здравствуйте. По данным Всемирной организации здравоохранения, 80% инфарктов можно было бы избежать. По каким признакам можно понять, что с сердцем есть проблемы? Какие симптомы? Потому как сейчас все-таки даже среди молодых участились случаи инфарктов. Значит, нужно обратить внимание на симптомы следующие. Это давящие, сжимающие боли за грудиной, одышка, сердцебиение, значит, которые возникают при физической нагрузке, во время выполнения физической нагрузки, значит, или, ну, также могут возникать и, допустим, ночное время в покое. То есть, значит, нужно обратить внимание обязательно вот на это. Может быть, также эти боли давящие, сжимающие, жгучие отдавать, значит, в лопатку, в челюсть нижнюю. Ну, это вот такие симптомы обманутки, что называется, да? Да, могут быть и другие формы инфаркта, то есть, допустим, абдоминальная боль, которая сопровождается рвотой, диареей, значит, болью в животе, может быть просто, значит, по типу астматического состояния, то есть просто одышка, когда человек не может дышать, одышка, слабость выраженная, значит, покрывается потом, не имеют руки. Вот на это надо обратить внимание. Бывает цереброваскулярная форма, при которой, значит, наблюдается головокружение, тошнота, может быть, нарушение зрения. То есть вот это вот такие бывают формы, так скажем, которые маскируют у нас инфаркт, ишемическую болезнь сердца, то есть именно острый инфаркт. А можно ли заниматься самолечением, если были обнаружены какие-либо симптомы, я имею в виду, ну, там, часто пьют корвалол, валидол, там, нитроглицерин, или самостоятельно себе не надо выписывать никакие таблетки, там, капли? Значит, смотрите, самолечение в данной ситуации заниматься очень опасно, то есть это может привести просто-напросто к летальному исходу, да? То есть нужно обязательно обращаться к врачам, вызывать скорую помощь, ну и плюс, если у пациента, у человека возникла давящая боль за грудиной, он, допустим, где-то идет по улице, то есть обязательно нужно остановиться, присесть, обеспечить доступ воздуха и вызвать врача, вызвать врача и нитроглицерин, то есть если есть... А, все-таки нитроглицерин можно, да? Нитроглицерин можно, но при условии, что у человека не низкое давление, то есть давление должно быть не ниже, то есть 90 на 60. А корвалол, валидол они опасны как-то? Почему их нельзя? Значит, ну корвалол, валидол, они не опасны, они просто не помогают в данной ситуации, то есть если нитроглицерин расширяет... Пустышки, да, получат? Да, вот проще говоря, да, то есть они могут успокоить чисто, как бы так, ну проблему, какой-то значимый эффект, да, не несколько. Нитроглицерин расширяет сосуды, да, то есть тем самым обеспечивает приток крови, а вот это валидол, таким эффектом не обладает с корвалолом. Так, ну а какие методы профилактики могут укрепить сердце? Спорт показан? Значит, спорт показан, но... Всем? Нет, не всем, показана всем физкультура, то есть физические упражнения обязательно, ходьба рекомендуется по 30 минут ежедневно в течение, там, недели, ну с учетом погодных условий, конечно, если у нас там гололед, метель, ветер страшеный, в такую погоду не надо ходить, а так, значит, 30 минут, это минимум, который рекомендован, обычная ходьба, а также езда на велосипеде, пожалуйста, фитнес, плавание. То есть кардио, да, по большей степени? Так, но не переусердствовать, то есть... Следить где-то есть возможность за пульсом. Конечно, конечно, контролировать пульс, контролировать давление, это все, да. Так, ну вот знаете, нам с детства говорят, там, смех продлевает жизнь, но вот разве смех, это не нагрузка на нервную систему? Я имею в виду, наше эмоциональное состояние, оно влияет на работу сердца? Конечно, конечно, эмоциональное состояние влияет на работу сердца, мы знаем, что у нас есть положительные эмоции и отрицательные эмоции. Положительные укрепляют, да? Да, совершенно верно, то есть во время, там, положительных и отрицательных эмоций в кровь выделяются в организме нашим, вырабатываются гормоны, либо радости, да, эндорфины, либо гормоны стресса. Гормоны стресса работают так, что учащается сердцебиение, конечно, повышается давление. Меньше переживаем и больше смеемся таким образом. Ну и как часто нужно проходить вообще обследование, зависит ли это от возраста, я не знаю, физических данных? Конечно, пациентам возрастным, вообще старше 45-55 лет, обследование нужно проходить регулярно, я бы рекомендовала ежегодно, потому как обязательно делать ЭКГ, обязательно делать УЗИ сердца и другие исследования. Если есть какие-то жалобы, то там, конечно, чаще, не то, что чаще, а там уже обратиться к кардиологу, и она направит на более детальное обследование. Потому что у нас, например, сейчас есть программа кардиопрофилактики, где может абсолютно любой в течение двух дней обследоваться, очень полный спектр хороший. Спасибо вам большое за отдельные советы и рекомендации. Спасибо.